Народная удаль, очаровательная романтика, грациозная пластика, зажигательная энергия. Танец представляет огромную палитру возможностей для самовыражения. Все ее яркие краски вобрал в себя первый конкурс-фестиваль хореографического искусства «Жемчужины по Волжье». Десятки коллективов выступили на сцене ДК «Химик». «Жемчужины по Волжье» Это первый конкурс проекта фестивальной кампании «Река талантов», получившего грант Минэкономразвития Республики. Его идея — создать творческую площадку, где одаренные дети смогут раскрыть свои таланты и совершенствовать мастерство в условиях здоровой конкуренции. Социализация в данном проекте очень важна, так как мы позволяем детям объединиться в едином пространстве, перенять опыт друг у друга, мотивировать друг друга на успех, создаем ситуацию успеха для дальнейшего творческого развития детей. Программа, развернувшаяся на сцене Дворца культуры «Химик», включала более сотни разноплановых номеров. Традиции здесь соседствовали с поиском новых, неординарных хореографических решений. Ансамбль «Волжаночка» представил народные танцы русский и чувашский. У каждого свой колорит, своя техника. Юные танцоры оттачивают каждое движение, чтобы передать всю их красоту. Мы получаем от этого удовольствие. Нам нравится выходить на сцену, нам нравится танцевать, нам нравится получать призы. Вот это хочется прям вот еще, еще, еще танцевать. А эстрадная струна конкурса настраивает на современность, которая очень созвучна молодому поколению. Коллективу «Элегия» 27 лет, возраст расцвета. Он по-прежнему удивляет жюри и зрителей своими творческими номерами. Я считаю, что именно развитие детей заключается в том, если у них идет огромный опыт концертный, конкурсный, когда они видят конкурентов, когда они видят сильных конкурентов, когда они знают, к чему надо стремиться и как расти. Здорово, что на уровне республики проводятся фестивали, что никуда не надо ездить. Всем желающим есть возможность показать свои способности, показать свою работу. Именно на площадках города Чебоксары или Ново-Чебоксарска. Это прекрасно. Своё слово на конкурсе сказала и старшее поколение. Получилось оно образным и проникновенным. Своим примером участницы 60 плюс показывают. Любовь к танцу – это на всю жизнь. Танец – это не только искусство, оно и здоровье наше управляет. За то время, то, что мы танцуем, мы такими стали, вы даже не представляете, мы можем всё. Да, так что можем и прыгать, можем и бегать. Ну, всё, танцы у нас очень такие подвижные. Фестиваль – это точка роста как для самих юных участников, так и для их наставников, которые намечают вектор развития коллектива. И профессиональный уровень, по словам специалистов, заслуживает внимания. Есть моменты разножанровости определенной. И вообще, в целом, интересный достаточно взгляд вообще на танец и на всё, что волнует при создании каких-то миниатюр танцевальных. Потому что очень радует, что есть номера, которые не просто иллюстративные, развлекательные, а есть номера смысловые, концептуальные, с поиском какого-то нового движения. В общем-то, да, это интересный момент. Творчество – это всегда поиск, и тем радостнее вдохновение от открытия. Грам-при конкурса в своих номинациях удостоены коллективы «Белара» и «Элегия». Яркое начало положено, и организаторы надеются, что проект будет набирать обороты и привлечет участников из других регионов. Впереди второй конкурс «Весенние перезвоны». Лидия Галаксенова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.